Реализация идей гуманизма и милосердия, облегчение страданий людей, участие в развитии сферы здравоохранения – вот такую миссию заявляет организация, которой уже более полутора столетий. У ее истоков стояли великая княгиня Елена Павловна, великий русский хирург Николай Пирогов, сестры Белосердия, крестовоздвиженской общины. И вот в ближайшие полчаса поговорим о том, что же стоит за Красным Крестом. Меня зовут Инна Сапанченко. Здравствуйте! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Общественной организации «Российский Красный Крест», главный врач Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат медицинских наук. Здравствуйте! Я думаю, что неожиданно, наверное, для наших зрителей увидеть вас сегодня вот в такой одежде. Я так понимаю, что это униформа, отличительный знак представителя. Да. Скоро шесть месяцев будет, как я исполняю обязанности, председатель регионального отделения. Александр Владимирович, ну, когда вообще заходит речь о Красном Кресте, то ассоциации какие? И гражданская война, сёстры милосердия, госпиталь раненые. Это вот в таком историческом смысле. Российский Красный Крест сегодня. Какой он? Он такой же? Да вот вы знаете, на самом деле, как ни удивительно, он во многом такой же. Такой же в том смысле, что он несёт в себе, на самом деле, вот эти 156 лет, действительно, истории. Истории, в которой было очень много гуманизма, много самопожертвования, много социальной работы. И очень интересное сочетание, вот Российский Красный Крест из себя представляет, действительно, вот эта полуторавековая история. И вместе с тем, наиболее продвинутые, креативные, инновационные технологии, как крупнейшего гуманитарного агентства России. И руководство Красного Креста, я имею в виду российском федеральном уровне, кардинальные изменения произошли в 2021 году. Пришла совершенно новая, очень молодая команда, то есть я явно там отношусь вообще к глубокой, старшей, вразосновной. Это не опасно для такой организации. И знаете, что впечатляет, что очень радует, я бы сказал, вот эти совершенно молодые ребята и девчонки, они, знаете, они проникнуты этой 150-летней историей. Они несут её в себе. Так бывает? Я был сам удивлен, они удовлетворены, да, да, видимо, очень редко, но так бывает. Я вам хочу сказать, что я когда первый раз приехал там на первое собеседование, и там сотрудница регионального федерального, которая меня встречает, и, так сказать, время еще есть, а пойдемте в музей Красного Креста. Вот, и это можно было бы счесть случайностью, но когда я второй раз приехал, и другая сотрудница тоже меня встречала, Вот, а давайте посмотрим музей, и они сами участвуют, и как бы глубоко погружены вот в эту историю. И вы знаете, когда сейчас мы все с вами понимаем вот важность вот этого вот чего-то, знаете, вечного или очень длительного, чего-то, что может стать опорой и основой, я считаю, это, конечно, огромная заслуга всех поколений руководства, и нынешнего руководства Красного Креста, что они действительно несут с собой основополагающие гуманитарные ценности организации, которые во многом сохранены через все эти годы. А можете прояснить еще такой момент? На слуху движение Красный Крест и Красный Полумесяц. Что насчет полумесяца? Да, ну, на самом деле, значит, когда создавались национальные общества Красного Креста, большинство стран избрало вот эту вот эмблему Красный Крест, но когда, я сейчас затрудняюсь назад годы, когда стали вступать мусульманские страны, по определенным причинам оказалось, что, естественно, символ Креста для них неприемлем. Вот, поэтому национальные общества Красного Креста мусульманских стран, они имеют эмблему в виде полумесяц. Я вам расскажу еще одну забавную, можно так сказать, историю, ну, если, ну, не знаю, или просто интересную. Когда Израиль стал вступать, национальное общество, вот в движение Красного Креста, выяснилось, что для них в равной степени неприемлемо... Ни крест, ни полумесяц. Ни крест, ни полумесяц, по понятным причинам. Вот, соответственно, Красный Ромб у них есть, вот так что, просто это мало кто знает, то есть у одной страны отдельный символ, вот, но в целом, вот, такое принято решение, что больше символов плодиться не будет, как-то будем стараться ограничиваться теми тремя, которые существуют. Ну, форму может быть любой, главное содержание, что идеи гуманизма и милосердия продолжают развиваться, культивироваться во всех странах, правильно я понимаю? Да, во многом деятельность Красного Креста, историческая, стала основой для вообще выработки международного гуманитарного права. А сейчас Российский Красный Крест является, ну, скажем так, одним из методических носителей гуманитарного права и одних из своих функций, в том числе, ставить обучение вот этому гуманитарному праву, да. То есть это, конечно, организация, которая и сама реализует очень многие гуманитарные программы, и ее опыт стал основой для их, скажем так, юридического оформления, да. 156 лет, столько всего изменилось за это время, и особенно стремительно меняется все в последние годы. Просто время ускорилось. И самое, ну, наверное, страшное, что меняются вызовы, очень здорово. Вот вы уже заявили про инновационность, про новых людей в организации, а вообще, насколько изменились методы и формы работы за это время? Как встраивается организация? Очень хороший вопрос. Я вот отвечу так, вначале концептуально. Вот смотрите, основополагающие принципы не меняются. Формы меняются кардинально. Чем сейчас занимается, давайте начнем как бы сначала в общероссийском уровне, потом, возможно, мы поговорим уже про Самару более конкретно. На общероссийском уровне чем сейчас занимается российский Красный Крест? Ну, во-первых, это действительно крупнейшее гуманитарное агентство страны, которое реализует свой принцип всюду и для всех. не в том смысле, что оно там кого-то пытается откуда-то вытеснить, а в том, что стремится стать действительно площадкой, где любой человек с потребностями почти какими угодно, да, может их заявить. В том числе, кстати, остаются и инновационные электронные инструменты для поиска. А Красный Крест либо сам по себе, либо будет пытаться через некоммерческие партнерства, но найти ту организацию, либо свой ресурс для того, чтобы эту потребность удовлетворить. Это сбор и распределение гуманитарной помощи. Есть, опять же, такая особенность Красного Креста. Любая организация, это я не понимаю, что там плохо, это неплохо, но все-таки любая другая организация, она имеет некую узкую специализацию. А Красный Крест работает не так. То есть мы действительно и готовы принимать практически любую гуманитарную помощь, и распределять ее в любой группе нуждающихся, в том числе, учитывая предложение того донора, того человека или той организации, которая передает. То есть мы работаем и с людьми с ограничением трудоспособности, с инвалидами, и с одинокими пожилыми людьми, и с людьми, живущими социально значимыми заболеваниями, но ВИЧ-инфекция, туберкулез в первую очередь, и с беженцами, и с нужными переселенцами, огромный отдельный раздел. И с лицами, пострадавшими от чрезвычайных ситуаций, и мы все недавно видели чрезвычайную ситуацию ужасную, еще один огромный раздел, и с иными группами. Как видите, практически вот этот принцип всюду и везде реализуется. Ну а теперь коротко, значит, по основным программам. Проще их разбить, чтобы было понятнее, а по блокам государственных органов я их разобью. Это может быть отдельно проговорим. Да, да, значит, просто чтобы было понятно. Вот и, допустим, значит, в рамках взаимодействия, допустим, с Министерством здравоохранения Российской Федерации реализуется огромный блок медико-социальных программ. Это профилактика ВИЧ-инфекции и СПИДа, это профилактика туберкулеза, это продвижение донорства крови, и инновационный компонент продвижения донорства косвенного мозга очень актуальная, очень важная тема. Все сейчас туда включаются, и Красный Крест один из лидеров. Взаимодействие с Министерством труда Российской Федерации. Здесь целый ряд программ образовательного характера. Это, конечно, наша, ну, я сказал, уже становящаяся легендарной программой это обучение первой помощи Красным Крестом. Красный Крест за буквально, я бы сказал, один год, может быть, два года стал ведущей организацией в Российской Федерации по обучению граждан первой помощи. Ну, а все понимаем, насколько это сейчас важно. Мы работаем с различными категориями населения на очень различном уровне. Это может быть просто мастер-класс для детишек, причем даже для маленьких детишек, или детишек постарше. Даже такие есть варианты. Да, вот совсем недавно вышел для совсем маленьких школьников такой полуигровой упрощенный модуль, он прям свеженький. А для школьников мы активнейшим образом, там чуть 5 тысяч мы даже в Самаре отработали, активнейшим образом со школьниками мы работаем постоянно, с старшенькими. А вот с младшенькими тоже будем. Значит, и это есть серьезные модули для взрослых с выдачей документов государственного образца, там 8-часовой модуль, 16-часовой модуль и так далее. То есть до 4 дней серьезное обучение. Здесь совершенно разные вещи. Дальше. Весь блок обучения, так называемому, родственному уходу. И не только родственному уходу. То есть это все, что вот в нововыденном языке, это называется там сиделка, уход, уход за больным, уход за лежачим, да. Это же все на самом деле навыки, которые позволяют, во-первых, уменьшить страдания этого человека. И немаловажно сохранить здоровье ухаживающих. Потому что там очень много таких элементов. И, ну, Красный Крест тоже является, наверное, лидером вот в реализации подобных программ образовательных. Также это может быть очень различного уровня они могут быть, эти программы. Большое направление работы – это работа с беженцами, с жертвопереселенцами. Мы работаем в том числе с вынужденными переселенцами здесь, в Самаре. Это и распределение материальной помощи, и встречи с детьми в пунктах временного размещения. Вот, ну, была целая серия мероприятий и объездов ПВРов, например, в канун Нового года, вот в декабре 23-го. Вот, то есть у нас хорошая психологическая служба. Это позволяет как бы с детьми наладить контакт и поиграть, и что-то подарить. Ну, то есть так, чтобы это было действительно интересно. В этом году мы планируем еще и другие организации, в том числе привлекать, подбирать так, чтобы они были профессионально, конечно, не подвели, но для того, чтобы действительно, ну, максимально комфортным и благоприятным сделать пребывание вынужденных переселенцев в Самарской области. Ну, и, конечно, работа по случаям чрезвычайных происшествий, чрезвычайных ситуаций. Ну, и мы все помним то, что произошло вообще совсем недавно. Да, сейчас поговорим еще. Вот, ну, давайте, может быть, об этом чуть позже поговорим. Да, здесь, конечно, Красный Крест тоже свое достойное место занимает. Это вот, наверное, здесь я, как бы сказал, частично федеральный, частично Самара. Самара реализует и собственные проекты, и, ну, не то, что собственные, конечно, в рамках общей деятельности Красного Креста. У нас очень тесное взаимодействие сложилось с Министерством социально-демографической и семейной политики, и мы здесь реализуем проект по уходу за практически тремя стами достаточно тяжелыми пациентами, клиентами, не знаю, как точнее сказать. Это лица, ну, у которых, знаете, одновременно присутствует фактор возраста, фактор одиночества и параллельно тяжелых социально значимых заболеваний. Ну, это чаще всего болезнь системы кровообращения или сахарный диабет, ну, скажем так, к сожалению, в очень продвинутых степенях. Вот, у нас работает порядка 40 медицинских сестер, вот, и вот это многолетний проект, и мы благодарны Министерству, что лично Регина Алексеевна за поддержку, вот, он здесь также реализуется. Для Самары также что еще важно? Важно развитие местных отделений. Мы сейчас провели перевыборы в ключевых городах Самарской области, новое руководство, динамичное, хорошее, приходят, вот, определенная активизация у нас идет в Новоклубльске, в Чапаевске, в Тольятти, в Сызрани, в Визничке и так далее. Вот, ну, начнем хотя бы с крупных, вот, постепенно будем разворачивать. Очень много направлений на самом деле, и вы уже, в принципе, пытались ответить на этот вопрос, я хочу еще раз его задать, конкретизировать, а вот все-таки, что делает Российский Красный Крест не такой, как другие российские НКО, потому что, ну, в принципе, аналогичной помощью общественные организации занимаются, к счастью. Вот, ключевой, знаете, какой здесь ключевой момент? А вот то, что каждый из этих элементов может делать какая-то отдельная НКО. А вот это единственная некоммерческая организация, которая способна делать это все вместе. И в этом, на самом деле, коренное отличие. А тогда уже возникает, ну, вот, как бы я в свое время работал до государственной системы некоммерческой системе много лет, и сейчас, вот, видите, и опять она меня настигает. И там вот так очень важно межпрограммное взаимодействие. Понимаете, и вот это важно, допустим, вот мы сейчас открыли с этого года школу пациентов для людей, живущих с ВИЧ-инфекцией. И вы понимаете, у нас не является никаким вопросом, а там нам не надо метаться, чтобы кому-то из них помочь продуктами. Вы понимаете, для нас это естественно, потому что всюду и для всех. А еще раз вернемся к слогану Красного Креста. То есть, как бы, комплексная и возможность решать все гуманитарные проблемы, это вот и есть большое преимущество. Также, ну, естественно, некоторые, как бы, устойчивые структуры, и структура, я бы прямо надо сказать, огромная, 85 региональных отделений. Я тоже не думаю, что кто-то может еще похвастаться таким размером из некоммерческих организаций, 85, я повторю, региональных отделений. Плюс, опять же, наличие многих программ создает определенную устойчивость. И если, допустим, ну вот в Самаре мы обращаемся кому-то за, чтобы нам помогли гуманитарно. Кстати, в пятницу мы ожидаем порядка 700 килограммов продуктов, например. Вот мы тут уже поднабрали, должны поступить. Вот, ну, четко говорим. Понятно, что некоммерческие организации, там есть такие представления, что может на свою деятельность, там, 10% оставить, 20% оставить. Мы вот донорам говорим, что как бы, ну, как бы, если вы хотите, вы можете нам что-то дать на ведение деятельности. Если вы не хотите, вот, придет 100 килограммов. В смысле, вот, вот, мы ничего, нам не нужно. Мы свою деятельность, как бы, из других источников поддержим. Вот все, что будет получено, все уйдет в выгодопроводительность. 100%, то есть мы не оставим ни 20, ни 10, ни 1, ни полупроцента. И вот, знаете, из этих мелких отличий формируется, формируется то, что и какие-то концептуальные, наверное, отличия. Но при этом, конечно, мы хотим стать и площадкой, на которой объединяются и взаимодействуют другие некоммерческие организации. И мы уже сейчас со многими взаимодействуем. И мы, что, да, и мы подписываем соглашение о совместной деятельности. И мы вообще много очень соглашений о совместной деятельности подписываем. Конечно, в том числе и взаимодействуем с другими. То есть я считаю, что вот такие, если еще раз на круг кладем отличия, это сочетание, прям, я люблю все по пунктам, сейчас преподаю много. То есть первое, это сверхдолгая, непрерывная история, реально непрерывная история. 156 лет. Вместе с инновационными компонентами, которые постоянно внедряются. Второе, это беспрецедентная региональная сеть. 85, то есть беспрецедентная географическая широта. И беспрецедентная широта программ. То есть присутствует практически все. И это позволяет человеку получить действительно в одном окне, ну, достаточно... Вообще здорово, что человеку в нашем обществе не дадут пропасть. Помощь, в общем, всегда в любых ситуациях практически найдется. Мы видели вот этот принцип такой красного креста, вот как бы вопрос представления, какой объем, какой помощи, кому можно. Вот он решается очень индивидуально, и позиции такая же, вот и центрального аппарата, руководство. То есть смотрите, то есть нету очень такой жесткой регламентации. Я вот вам перечистил общее описание групп, так к нему практически все входят. Да, практически все. Поэтому действительно смотреть нужно по ситуации. И вот мы сейчас, как бы еще реализуя сейчас... Ну, я, конечно, буду говорить с Минсотдемом, как они к этому отнесутся. Я думаю, они поддержат. Вот у нас проект с этим совершенно не связанный. Еще раз говорю, медик социального сопровождения вот этих вот пациентов, Министерство социально-маграфической политики в Самаре. Если мы сейчас увидим потребность продуктовых наборов, ради бога, а почему нет? То есть как бы, да, мы этим бабушкам вместе с медик социальной помощью, мы, да. Ну, что очень даже... Да, мы в том году немножко начали, в том году у нас было очень мало продуктов, а в этом, я думаю, у нас вот еще начинается первый квартал только. Вот как бы уже, ну, видите, 700 килограммов придет, думаю, еще будут нам давить, да. Вдруг кто-то подключился к нам недавно, не с начала программы. Мы сегодня говорим не только о здоровье, но и о милосердии. Но и о помощи. И у нас в гостях Александр Муравец, председатель Самарского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест». Вы уже заговорили про Крокус Сити Холл, про события, произошедшие совсем недавно. Нет равнодушных в обществе, я в этом совершенно уверена. Кто не думает об этом, не переживает. И вот на самом деле аналогичные ситуации, терроризм, техногенные катастрофы вызывают у населения сразу ассоциацию три буквы МЧС. То есть кто должен помогать. Но вот ведь не нужно ли вам как-то активизировать здесь работу в том смысле, чтобы население понимало, что не только МЧС помогает вот в данных ситуациях. Я знаю, что «Российский Красный Крест» молниеносно откликнулся и объявил о помощи. Что в Самаре? Как вы подключились к этому? Ну, во-первых, Елена Вячеславовна, здесь редкий случай, когда я не вполне с вами соглашусь, потому что на самом деле есть уже устоявшаяся очень хорошая репутация у «Красного Креста», как у организации, которая работает в величайных ситуациях, что и подтверждается тем, как население отреагировало на сбор средств «Красным Крестом». То есть была собрана колоссальная сумма, которые уже пошли первые выплаты, сейчас они идут. Создана специальная комиссия. Кстати говоря, у нас тоже много принципов. И один из принципов «Красного Креста» – это всегда говоришь, что делаешь, и всегда делаешь, что говоришь. То есть вот эти два компонента. То есть это, конечно, полная открытость и честность. Я уже на своей страничке, когда только начался сбор средств, я разместил обращение Павла Олеговича, нашего председателя, Савчука. И очень много действительно я прислал делать репосты. Я же вижу количество репостов. Репостов было очень много. Конечно, я не знаю, сколько в рублях собрали в Самарской области, но я вижу, сколько собрали в России. Это очень внушительные суммы. Говорят о том, что «Красному Кресту» доверяют. И его, скажем так, авторитет, как организация, работающая в институционных ситуациях, нисколько не дублирующие с МЧС совершенно, они там разные функции и сильные взаимодействия при этом, а делающие свои. И то, что уже сейчас я разместил, сейчас первый предварительный отчет о первых днях выплат и работы также Павла Олеговича Савчука на своей страничке, можете посмотреть. Сумма позволит не просто отреагировать на ЧС в чрезвычайном режиме, что сейчас делается, а реализовать некоторые многолетние и сверхмноголетние программы. Что я имею в виду? Это, допустим, психологическая помощь для пострадавших, она будет не разовой. А это мы где-то говорим про один-два года или сколько нужно, а есть еще сверхдраматическая ситуация, это дети, оставшиеся сиротами, и здесь Российский Красный Крест примет на себя определенные финансовые обязательства, до и совершеннолетние, а может быть, даже еще плюс пару лет. То есть как бы речь идет про десятилетие. То есть как бы это очень серьезная, очень комплексная программа. Создан специальный комитет, куда вошло, кроме руководства Красного Креста, министр правительства Москвы. Вот. И постоянно создает эта комиссия, постоянно идут выплаты решения вопросов пострадавшим в Крокус-сити-холле. Александр Ильич, а вот адресаты, которым вы помогаете, вы ищете их сами или кто-то должен на вас выходить? Вообще, каким образом осуществляется адресная помощь? Слушайте, ну, как всегда, с гуманитарной помощью мы, знаете, как можно, я честно скажу, мы вообще предпочли, чтобы у нас больше выходило доноров. Есть у нас адресаты. Вот. Ну, нет такой проблемы, знаете, как реализовать. Это, я вот некоторых новых сотрудников, когда сейчас вот принимал, вот, и некоторые тоже такие, а у нас есть там идея, кому раздать. Я говорю, а вы склады-то вначале посмотрели. Что раздать? Да. Особенно в том году такая ситуация была. Я говорю, у меня, знаете, сколько идей, кому раздать. Ну, мы, конечно, сейчас из этого выходим, поэтому на самом деле нет. И если у меня будет больше, у нас будет больше, да, ну, мы понимаем. И, ну, да здесь же мы все знакомы в регионе. Мы кого не знаем, мы знаем лучшие некоммерческие организации Самарской области, работающие с разными групп населения. Мы всегда тут же установим партнерство. Будет чего-то избыток, мы через них раздадим. Вот. Поэтому здесь вообще никаких проблем нет. Скажите, сейчас давайте про Самарский уже конкретно, про Самарское отделение. Вот кто может влиться в ваши ряды, кто нужен вам и кто может стать вашими партнерами? То есть здесь же разные формы, наверное, могут быть. Исходя из беспрецедентной широты направления деятельности, нам нужны практически все. Вот. И, конечно, мы заинтересованы в волонтерах. Ну, волонтеров, конечно, наверное, я бы сказал, даже я хотел сказать молодых, а почему, собственно, молодых? Нет, не только молодых. И серебряного возраста, и любого возраста нам нужна волонтерская команда, которым будут расти вместе с организацией, которые будут... И знаете, я немножко против событийного волонтерства. Оно имеет свое место, пускай. Я все-таки для того, чтобы, знаете, такое было более профессиональное волонтерство, чтобы люди вообще в том числе и что-то делали, и в чем-то совершенствовались профессионально. Мы такую возможность предоставим. Вот. Поэтому, значит, мы заинтересованы в волонтерах, мы заинтересованы в медицинских сестрах. И даже, знаете, не только в медицинских сестрах, а не обязательно иметь медицинское образование для того, чтобы, ну, вот, иметь склонность к вопросам, связанным с уходом. Даже, я бы сказал, не у всех медиков она есть, а у некоторых людей не медиков она есть. Вот. Мы заинтересованы, значит, чтобы к нам приходили люди, вот, которые склонны к уходу, потому что нам нужно разворачивать службу милосердия, она немножко пока у нас... Может быть, обучать? Обязательно будем обучать, конечно, будем обучать, да. Да нет, слушайте, обучение – это здесь фундаментальный один из столпов Российского Красного Креста. Скажу один только пример. В Российском Красном Кресте есть собственная академия, которая бесчисленное множество различных курсов профессиональной подготовки реализует. Очных, заочных, различных. И есть еще взаимодействие с ВУЗами, пока про него не берем. А вот собственная академия, она работает сейчас, вот у нее есть соответствующие лицензии. Естественно, не на самарском уровне, на федеральном, но мы взаимодействуем с ней также. То есть нам нужны практически все волонтеры различной степени специализации. И я, если воспользуюсь вашей трибуной, обращаюсь к самарскому бизнесу, не крупному даже, среднему. Уникальные возможности, вы просто можете полностью весь дизайн проекта нам описать, мы его так реализуем. То есть что у вас есть и как вы хотите, чтобы это было гуманитарным образом использовано, мы так и сделаем. И вам потом отчитаемся. И гораздо лучше делать это через организацию, которая... Я думаю, это уже все поняли, иначе это невозможно. Которая занимается этим профессионалом. Конечно, конечно, да. Итак, мы сегодня говорили о работе Российского Красного Креста, который помогает, готов помогать всем и каждому, и который в свою очередь ждет помощи от всех и каждого, каждый из нас нужен этой организации. Благодарю, Александр Владимирович. Думаю, что будет деятельность организации только расширяться, потому что это сегодня необычайно востребовано. Мы благодарим наших зрителей, которые были с нами все эти полчаса. Увидимся ровно через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова